В Евангелии В Евангелии есть такое место, мы читаем слова евангельские, «Ученик Его же любляша Христос». Это об Иоанне Богослове говорится. И как бы вот эти слова выделяют Иоанна Богослова из прочих всех, вот именно вот этим акцентом, «Ученик Его же любил Христос». И сразу возникает на эти слова вопрос, а что Христос других не любил? И как это вот сочетается с Его, с Божиим нелицеприятием? Ведь мы знаем, одно из свойств Бога – это Его нелицеприятие. Его совершенная любовь любит всех совершенно и одинаково. Вплоть до того, что даже Господь говорит, что Его любовь так совершенна, что она посылает дожди на праведных и неправедных одинаково, в полной мере. Он рассравнивает Себя с сиянием Солнца, которое светит для праведных и неправедных, никого не обделяя, никого не выделяя. Как же сочетается вот это вот евангельское слово с тем, что Бог совершенная любовь и нелицеприятен? Я думаю, это не со стороны Бога, это со стороны человека, потому что любовь состоится тогда в совершенстве своем, когда с обоих сторон будет совершенное действие навстречу любимому. Если с одной стороны светит свет, а с другой стороны, как Господь говорит, «Я пришел свет в мир сей, чтобы просветить». Но одни выходят на этот свет, а другие прячутся от света, потому что этот свет освещает их черноту, их грязь, вскрывает. И они не хотят выйти на свет, потому что этот свет обличает их состояние. Но ведь с этим состоянием что-то можно делать. Но они предпочитают лучше прятаться от света, нежели, да, это действие, то, которое мы должны производить собой, оно приносит к нам труд, дискомфорт, иногда даже боль, чтобы перековывать себя, переделывать себя. И одни выходят на этот свет, а другие прячутся от света, как говорит Евангелие. А со стороны Бога идет один и тот же свет и в одной и той же мере, в сторону каждого человека. Это не значит, что в сторону апостола Иоанна Богослова Бог светил одним светом, а в сторону Иуды Он светил другим светом. На тайной вечере все получили одно и то же тело Христа и кровь. что апостол Иоанн, что Иуда, все причастились одного и того же тела, которое несло полную благодать со стороны Бога. Дело было не в отношении Бога к человеку, а дело было в том, как человек принимал эту благодать. Господи, слава тебе!